Мы снова с вами, и сейчас мы ответим на вопросы, которые поступили во время эфира. Начнем. По поводу оборудования. Ходит много слухов, надеюсь, вы это опровергнете. Много раз слышала, что кому-то недостается оборудование, так как поток большой, потому что людей набирают больше, чем мест на факультете. Ну, смотрите, у нас довольно хорошо оснащенный факультет. У нас медиа-центр, в котором 4 студии для записи видео, 2 тонн студии. В каждой из студий стоят по 6 Blackmagic, это студийные камеры, а также примерно 25 камер, штативов, свет на выдачу студентам. Но надо понимать, что это оборудование выдается при определенных условиях. То есть нет такого, что студент пришел, как ему вздумало, взял оборудование и пошел работать. Нет. Для того, чтобы была вот эту возможность использовать, потому что право такое есть, проект, над которым работает студент, должен быть либо в рамках учебного плана, либо в рамках проектной деятельности. И есть определенные процедуры, когда студент должен заполнить заявку на сайте. Она достаточно прозрачна, но и эту заявку подписывает преподаватель, который работает с тем или иным проектом, там, с проектом или учебным курсом. Это означает, что действительно сложно пойти и просто вот, если вам вздумалось взять что-то, но если вы заранее заказали, известно, на каком проекте вы работаете, для этого нет проблем. Сколько человек в прошлом году поступили на медиаком на бюджет по Олимпиаде и сколько по баллам ЕГЭ? По Олимпиаде у нас в прошлом году поступили 27 человек, по льготе 4, по ЕГЭ 9 из общего числа, по-моему, 40 бюджетных мест. Как подавать документы, если ЕГЭ сдаются в резервные дни, середина, конец июля? Собственно говоря, в вышке предусмотрен такой вариант. Вы подаете документы, у вас есть информация о том, что вы стоите на резервный день, и ваши данные просто загружаются в определенный период. Но из опыта могу сказать, что такого не было ни разу, когда вот у нас был бы клинч между официальными датами и нашей системой приема. Так что просто работайте. Как в целом проходит поступление иностранных абитуриентов? И есть ли возможность поступить на полный грант? Да, для иностранцев испытания проходят в марте-апреле. Да, все верно. И смотрите, какая тут история. Для иностранных абитуриентов у него вот этих возможностей застраховать свое поступление получается даже больше. Потому что первое, что он может сделать, это участвовать в Олимпиаде, Международная Олимпиада молодежи. И да, победители этой Олимпиады получают грант, который покрывает 100% обучения. Далее, следующим этапом вы можете участвовать в конкурсе, как мы называем их, страновые испытания. То есть принять участие в специальном конкурсе именно для иностранцев. Он выглядит немного иначе, чем экзамены, ну так сказать, как мы говорим, общего потока. Он проходит дистанционно. Необходимо сдать две дисциплины. Экзамен не такой уж простой. Вот это вторая возможность. И, наконец, третья возможность для иностранца — это поступление в общем потоке. И вот еще по поводу иностранных граждан. Могу ли я сначала сдать дистанционные экзамены на медиакоммуникации, а потом внутренние экзамены очные? Вот вы сдаете, принимаете в этих специальном конкурсе именно для иностранцев, да, то есть конкурс для иностранных абитуриентов. И если вы попадаете в число победителей призеров, вам предлагается определенная льгота. Эта льгота может быть предложена в виде как раз гранта разного процента. Но, предположим, у вас не получилось пройти по специальному конкурсу. И вот тогда вы подаете документы в общий конкурс. И в рамках общего конкурса сдаете внутренние экзамены вышки. Вот как это работает. Это как бы два различных трека. Если у вас получилось в первом треке, ну, предположим, вы получили скидку в 50%. Вы спрашиваете себя, я хочу так учиться, буду я пользоваться. Она с вами, нет проблем. Но когда начнутся испытания общего потока, вы можете подать в них и попробовать поступить через них. И если вы поступили, да, вы прошли на бюджет, тогда вы не будете пользоваться льготой. Если вы не прошли на бюджет, тогда вы возвращаетесь к своей льготе. А что насчет иностранных абитуриентов? Им тоже задают вопросы по географии и истории. Школьные программы ведь отличаются. Я не думаю, что школьные программы настолько сильно отличаются, что кто-то не получает вообще никаких знаний по географии и по истории. Это раз. Во-вторых, без знаний по географии и истории, ну, можно ли считать, что человек достаточно подготовлен, чтобы учиться там на журналистике или медиакоммуникациях? Тем более, что у нас история, конечно, преподается в рамках дисциплины общего цикла, но география не преподается. Мы считаем, что у нас студент умеет писать, читать и что-то знает в географии. Но вот что за вопросы по географии? Они, конечно, там, с моей точки зрения, не очень сложные. Ну, например, давайте вспомним Татьяну Борисовну. Мы спрашивали, у нас было много абитуриентов из Казахстана. Мы спрашивали, какая вот у России и Казахстана общая река. А по истории мы спрашивали, ну, вот, к примеру, там, какие события общие, там, для наших стран произошли в 1991 году. Дает ли Ломоносовская Олимпиада по литературе и русскому языку какие-то баллы? Вот как раз вы можете ответить на этот вопрос, посмотрев на таблицу. Да, дает Ломоносовская Олимпиада, это Олимпиада первого уровня. И если вы, например, победили по журналистике, то вы ровно получаете БВИ, и вторая и третья степень получают 100 баллов по творческому испытанию. По литературе и русскому языку на обе программы победители и призеры получают максимальный балл за литературу и русский язык, соответственно. То есть, если вы, предположим, сдали литературу на 80 баллов, а будучи победителем, вы получаете 100. Хотелось бы узнать про организацию вступительных испытаний для иногородних студентов. Предоставляются ли места проживания на время проведения, подготовительные курсы, лекции и так далее? Иногородние студенты должны приехать в Москву. У нас не предусмотрено дистанционное участие, но всем студентам, которые пребывают для прохождения вступительных испытаний, предоставляется общежитие. Родителей нельзя поселить туда, вот имейте в виду. Относительно курсов и подготовки. Вышка предлагает, и наша программа тоже предлагает варианты дистанционной подготовки, например, интернет-школа. Что мы еще делаем для иногородних? Мы проводим онлайн-мастер-классы, где как раз рассказываем о том, как проходить вступительные испытания. И эти мастер-классы всегда вывешиваются на страницах программы, то есть обновляются, есть доступ к этому контенту. Ну и, наконец, предоставляется общежитие за три дня до приезда. И вот, как правило, прямо накануне вступительных испытаний мы снова проводим несколько мастер-классов, уже очных для тех, кто будет выходить на эти испытания. Кому нужно показать свое портфолио, я расскажу об этом, и как будут учитывать баллы за итоговое сочинение? Давайте, Атаня Борисовна, я на первый отвечу, а на второй. Портфолио, с нашей точки зрения, это свидетельство практически любой творческой деятельности. Потому что вот был тоже такой случай, абитуриент встал на одном из неоткрытых дверей в прошлом году и сказал, что он пишет фанфики. То есть некие литературные произведения на основе каких-то известных литературных произведений, или комиксов, или киновселенных и так далее. Мы сказали, вы приносите, мы посмотрим, но, естественно, мы в момент просмотра портфолио не стали бы это читать. Мы скорее бы поговорили о медиакоммуникационной составляющей этого портфолио, о медийном. Часто спрашивают, если я фотографирую там в Инстаграм что-то, является ли это портфолио. Вы знаете, если вы фотографируете в рамках четкой редакционной политики, вполне себе является. Ну, например, вы приходите и говорите, я фотографирую людей со сложной судьбой свой Инстаграм и посвятила ему свой Инстаграм. Или хэштеги у меня выделяют вот этот набор фотографий. Это очень интересно, мы с удовольствием это рассмотрим. Если вы там фотографируете еду, которая вам попадается в жизни друзей, то, наверное, это не совсем портфолио. Надо отметить, что отсутствие портфолио, которое нужно приносить на собеседование, на устный тур, не является основанием для снижения оценки. Ну, бывает так, ну, не принесли. Но, если у вас есть портфолио, то это вас может здорово выручить, потому что портфолио принесет вам до 5 баллов. Если вы ответили блистательное, портфолио вам не понадобилось, ну, не понадобилось, не понадобилось. Но если что-то пошло не так, а у вас есть портфолио, то комиссия не сможет это проигнорировать. Туда могут войти разнообразные сертификаты о дополнительном образовании по профилю, там фотография, ну иностранные языки, прекрасно. Это могут быть какие-то свидетельства, дипломы о победах в определенных там профильных конкурсах. И, как я уже сказала, творческие работы. Ну, по журналистике это могут быть публикации. При этом мы не заморачиваемся с требованием обязательно заверить печатью. Главное, чтобы можно идентифицировать ваше авторство. Ну и, наконец, творческий проект, который можно принести на каком-то девайсе. Желательно все-таки не 40 минут продолжительностью, потому что комиссия не сможет этого посмотреть. И если вы снимаете документальные фильмы, сделайте небольшой шоурил или трейлер. А вот как раз спрашивают, можно ли использовать видеорепортаж, где я выступаю в роли корреспондента как часть портфолио. Да, конечно. Приносите на каком-то устройстве, чтобы можно было посмотреть. Ну, тут еще вторая часть. Как будут учитываться баллы за итоговое сочинение? Когда вы напишите итоговое сочинение, вы получите зачет в школе, это сочинение попадет во всероссийскую базу. И уже наши проверяющие, в каждом университете это отдельная команда, это разные люди, они уже выгрузят оттуда сочинение и проверят его, и вы получите оценку согласно критериям университета. И вы можете, например, столкнуться с ситуацией, когда в разных университетах получите разные оценки. Это нормально. Если закончен художественный колледж, а он не по специальности медиа, а дизайн, можно ли тогда все равно сдать внутреннее вступительное? Вы сдаете внутренние экзамены вышки, но вы в любом случае должны будете проходить творческое испытание. То есть у вас вот эти внутренние экзамены, они замещают только баллы ЕГЭ. Если я прохожу онлайн-курсы подготовки в ИШЭ по журналистике интернет-школа, можно ли за это получить дополнительные баллы? Да, вы получаете эти дополнительные баллы, если вы приносите, вкладываете в ваше портфолио сертификат об окончании интернет-школы. По литературе мы, к сожалению, не учитываем. То есть это только по медиакоммуникациям и журналистикам. Считается ли прохождение программ по обмену индивидуальным достижением? Я думаю, что вы можете в портфолио вложить такой сертификат. Но вы должны вот что понимать, что портфолио без вашего сопровождения штука мертвая. Потому что комиссия железно не будет вчитываться во все эти мелкие буковки и рассматривать печати. А всегда спрашивают, почему вы идете в журналистику, не самую денежную профессию, или в медиакоммуникации, про которую вообще это терра инкогнито. То есть никто ничего не знает. А вы на этом месте достаете свое портфолио и говорите, вот, я уже умею делать вот это, вот это и вот это. Я закончил курсы фотошопа, я умею делать вот это, я умею монтировать, монтирую в таких-то системах, и я хочу делать вот эти фильмы. И у меня уже есть трейлер. Или же вы говорите, я учился на программе Reflex, там я проходил курсы сценарного мастерства. То есть об этом надо уметь рассказывать. Что нужно знать по медиакоммуникациям, чтобы хорошо пройти устный этап ДВИ? Устное собеседование, что на журналистику, что на медиакоммуникации, проходит примерно по одному сценарию. Спрашивают, зачем вы приходите на эту специальность, и абитуриент что-то отвечает. Потом спрашивают что-то об интересах. Тут абитуриенты говорят, мне интересно там видео создавать, мне интересно тексты писать, фотографировать. После этого происходит вот тот сценарий, о котором говорила Татьяна Борисовна. А вам интересна мода? Хорошо. А какие журналы читаете? А кто сейчас самый главный там обозреватель? А что последнее было? Если вы это реально хотите, это подразумевает, что вы про это что-то знаете. И если вы себя видите спортивным журналистом, но вы не в состоянии назвать ни одного медиа, который рассказывает о спорте, то, наверное, это все-таки не то, что вы, чего вы хотите. Вы сами задаете тему, и будьте просто готовы поддерживать об этом разговор. По журналистике, по направлению я уже отметила, какие могут быть вопросы. Это топовая новость прошедшей недели, но желательно, ну то есть не желательно, а требование такое из контекста. Не просто вот понятно, что тут ответ простой, да, коронавирус, но все-таки какие-то события, которые с этим связаны. Ну, может быть, вдогонку вопросы могут быть, а на что вирус повлиял, да? И вот тут от вас уже будет ожидаться ответ, что в экономике он повлиял на то, что закрываются предприятия, правительство там меры сейчас такие предусматривает. Как он повлиял на международные отношения? Закрыты границы. Как он повлиял на торговлю, на международную? Вот так-то повлиял. Ну, то есть... Да, то есть не просто знание факта, а факт в контексте. Еще один вопрос — это что является источниками информации для вас, да, именно источниками достоверной информации. Ну, понятно, если спрашивать, откуда вы берете новости, все отвечают в интернете, да. Ну, их же туда кто-то складывает. Ну, ясно, что вы все начинаете с Яндекс.Новостей или с Гугл.Новостей. Но, тем не менее, в любом случае, вот даже по всяким реакциям и разговорам есть какие-то любимые источники. В свое время это был «Русский репортер», потом это стал «Медузой», сейчас многие увлечены «Батенька, да вы трансформер». То есть это могут быть любые источники, но это означает, что вы интересуетесь медией, понимаете, как устроен агрегатор новостей, что это все-таки не редакция новостная, да. Там есть еще третий критерий, который называется умение аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Это не подразумевает, что вы буквально-таки ссоритесь с комиссией, настаивая на своем, но это не подразумевает, что вы соглашаетесь. Если вы чего-то не знаете, то вы об этом говорите прямо, не грызете палец, не думаете, что знание десантируется вам в голову, а говорите, что вот этого не знаю, но могу рассказать вот это. Ну и аргументация, безусловно, когда вы говорите, что вы, допустим, вот такой-то выбираете, там, не знаю, BBC или там Guardian, вдруг вы читаете, то вас спросят, почему, и вы должны аргументировать, почему. Сколько набрать баллов, чтобы поступить на бюджет журналистики и медиа? Говорили об этом, но это все очень условно, потому что все зависит от сдачи конкретного испытания. За четыре экзамена в прошлом году на журналистику нужно было набрать 380, на медиа-коммуникации 382. Система абсолютно прозрачна. На сайте публикуется база всех абитуриентов. Да вы хоть каждый день можете проверять, скачивать базу и смотреть, случайно не изменился ли у кого-нибудь за просто так балл. И поэтому, если вы набрали нужное количество баллов, и вы имеете право поступления на бюджет, никто не отнимет у вас бюджетного места. В чем разница между льготами БВИ и максимальный балл по творческому испытанию, это если мы говорим об олимпиадах? Смотрите, всего две льготы предоставляются по перечневым олимпиадам. Это БВИ, то есть поступление без вступительных испытаний. И максимальный балл в ситуации с журналистикой по творческому испытанию, по журналистике, то есть вы не пишете эссе, точнее не пишете журналистский материал и не проходите устные испытания, но вы должны сдавать баллы ЕГЭ. А вот в ситуации, когда вы получаете БВИ, вы должны сдать ЕГЭ на минимум, который определен Министерством образования, то, что, собственно говоря, когда ваши экзамены считаются с данными. То есть вы должны просто их пройти. И если у вас есть БВИ, то вы поступаете. Но хочу обратить внимание, что эта схема работает только для журналистики, потому что любая другая перечневая олимпиада предметная требует сдачи ЕГЭ и выполнения условия. Вы должны сдать ЕГЭ не ниже определенного балла, иначе вы не воспользуетесь льготой. Существуют льготы для многодетных семей. 10% мест на любой программе выделяются для социального конкурса. То есть на наших программах это по 4 места на каждой программе. Люди, которые имеют право на то, чтобы воспользоваться этими льготами, у них между ними возникает отдельный конкурс. То есть, например, подают заявление 6 человек, а мест 4. То вот это соревнование идет между вот этими 6. 6, 4 поступают, ну, лучше, да, поступают на эти места. Но это не то, что оставшиеся двое, они выбывают совсем. Они, значит, попадают, участвуют в общем конкурсе, а дальше их желания. То есть они могут остаться, могут выбрать другое учебное заведение. И еще одна очень важная вещь. Второй год в вышке работает программа «Социальный лифт». Это программа в том числе для многодетных семей, да, или семьи, которые имеют, ну, малообеспеченные, как мы говорим. Абитуриента-бакалавриата «Социальный лифт». И здесь описаны все условия. Для кого работает эта программа? Как можно получить возможность в ней участвовать? Когда это будет происходить, ограничение, количество мест и так далее? В выступительном тесте на медиаком есть вопрос, связанный с платформой проекта. Платформа — это что? Носитель, на котором проект реализован, веб-платформу, печатные СМИ или организация-создатель. Первый вариант, то есть это либо веб-печатная, там, мобильная платформа. Если олимпиадников будет столько же, вот еще вопрос, да, сколько бюджетных мест у тех, кто поступает по ЕГЭ, вообще шансов не будет. Нет, будет. Есть такое правило в вышке, что если такое произойдет, хотя Александр Михайлович не даст соврать, на наших программах такого не было никогда, то в программе добавляется 25% бюджетных мест, ну, не менее 25, как раз для конкурса. Вот еще вопрос. Учитываются ли научные работы по профильным предметам при поступлении? Сами по себе научные работы нет, но это же может быть и как портфолио, которые можно рассмотреть. И как портфолио мы с удовольствием рассмотрим. Могу ли участвовать в двух олимпиадах и одновременно получить 100 баллов по определенному предмету, если стану призером и поступлении БВИ? Смотрите, здесь какая? В одной олимпиаде? Это невозможно. Предположим, вы участвуете в двух олимпиадах, например, по журналистике и по литературе. И по журналистике вы получаете БВИ, а по литературе 100 баллов по профилирующему предмету. Тогда вам не нужны эти 100 баллов по профилирующему предмету. А если вы, например, получаете по журналистике 100 баллов по творческому испытанию, и в литературе вы побеждаете, получаете 100 баллов по литературе, то у вас выстреливают обе этих олимпиады. Вы говорили по ситуации, когда на бюджет по баллам проходит 44 человека, тогда предоставляет скидка 100%. Это распространяется только на один год обучения? Нет, это распространяется на весь период обучения. То есть студент, который заключил договор на место с оплатой со стороны высшей школы экономики, учится фактически в статусе бюджетного студента. По каким олимпиадам поступали в прошлом году на медиаком те 27 человек? У них 100 баллов за счет олимпиады или поступление БВИ? Как я уже сказала, эти 27 человек включают в себя как стубальников, так и БВИ, и еще Международную олимпиаду молодежи. Является ли блок в Яндекс.Дзен весомым дополнением к портфолио? Да почему нет? Платформа исполнения портфолио не так важна. Важно, из чего он состоит, какая ваша мысль, какая ваша роль в этом блоге. Является дополнительным достижением сертификат TOEFL? По-моему, нет. Нет? Ну просто да, мы знаем, вы знаете язык, это прекрасно, но зато сертификат TOEFL вам поможет в процессе обучения. Вы изучаете английский язык и в финале сдаете независимый экзамен по принципу IELTS, но вам может быть зачтен TOEFL. Если оканчиваем интернет-школу в 10 классе, будет ли учитываться это в индивидуальных достижениях? Юлия Романова спрашивает. Да, сертификат-то будет. Если будет сертификат, то он будет учтен. А ФДП по медиакоммуникациям дает ли какие-нибудь льготы? Смотрите, какая там ситуация. Чтобы получить льготу по результатам обучения на факультете довузовской подготовки, вам нужно выбрать два основных предмета. Один из них будет факультет медиакоммуникации, ну а второй, например, литература. И далее каждый модуль, вы пишете контрольную, все контрольные суммируются, опять же, потом суммируются ваши результаты по двум направлениям, и выстраивается общий рейтинг. И вот согласно этому рейтингу возникает льгота. Но зато льгота по ФДП предлагается на весь период обучения. Если вы взяли только основы медиакоммуникации на ФДП, вам это поможет подготовиться к вступительным испытаниям получше. Поэтому, что называется, зря эти старания не пропадут. Если мне нравится создавать прозаические и лирические произведения, могу ли я вложить некоторые работы, допустим, стихотворения, в портфолио? Вы знаете, мы, в принципе, не литературное отделение и не учим ничему такому. Нас любая, в данном случае, литературная деятельность интересует как некая часть некого медийного производства. Ну вот вы его написали, а дальше что? Как вы это продвигаете, если продвигаете? Вот здесь начинается медиа. Может быть, вы это как-то опубликовали, оформили. Мы скорее об этом поговорим. Мы не отбираем абитуриентов по навыку умения писать стихи. То есть это нам не совсем профильная история. И приносите, конечно, но разговаривать мы будем не о стихах, не о ямбе, не о хоре, а о неком медийном окружении всего этого. Если проживаешь не в Москве, сколько по времени надо быть в городе во время прохождения вступительных? На протяжении всего прохождения вступительных. Вы можете поселиться... Это сколько дней? Вот сколько закладывать? Сейчас я скажу. Смотрите, у нас экзамен начинается 11-го, а вы приезжаете за три дня. То есть это получается, допустим, с 8-го по 26-е. Вопрос касательно устного тура. Если, допустим, абитуриент интересует какая-то узконаправленная сфера, в которой комиссия может не очень хорошо разбираться, как будет проходить беседа. Мне, если честно, тяжело представить такую совсем узконаправленную сферу, в которой бы комиссия совсем бы не разбиралась. Ну и правда. Ну вот у нас были кейсы. Был абитуриент, который занимался музыкой. Мы у нее несколько раз спросили, вы точно хотите на медиакоммуникации идти, а не в Гнесинку там или еще куда-нибудь, да? Он говорит, нет, вот все, что хотел я от музыки, я уже взял. Меня интересует, как это все упаковывать, как организовывать и так далее. Ну, говорю, ну ладно, там, приходите. Диалог с ним, он вполне себе состоялся, потому что мы, конечно же, не обсуждали художественные тонкости его творчества или там других композиторов, но мы обсуждали, как музыка может быть упакована в современные медиареалии. И поэтому, если вы придете с какой-то такой очень узкой темой, вы все равно не уйдете за пределы медиа. А о медиа мы поговорим, не волнуйтесь, достаточно профессионально. Если я веду публичное сообщество в социальной сети ВКонтакте, как редактор, есть ли смысл презентовать его в портфолио? Да, конечно, да. Конечно, да. Мы поговорим о способах продвижения, какие сложности, какой вы делаете контент, какая у вас редакционная политика, график выхода, когда лучше публиковать материалы, когда эффективнее. То есть нам будет о чем поговорить. Приносите сообщество. Скажите, пожалуйста, получается, что иностранный гражданин может сдать два дистанционных экзамена, пройти собеседование и после этого имеет право на место в университете. Ну, ровно так и получается. Но конкурс очень большой, поэтому, ну, сами понимаете, но алгоритм верный. Если по баллам ЕГЭ и ДВИ проходишь на платное, есть ли возможность сразу заключить договор, проплатить? Это будет считаться, что я уже поступил? Ответ – да. Ну, смотрите, тут что важно. Вы, наверное, слышали о такой опции, как раннее заключение договоров. На наших программах это не работает. Заключить договор вы сможете только после окончания и получения результатов творческого испытания. То есть раньше никак, по понятным причинам. Следовательно, дожидаемся творческого испытания, смотрим на то, что у нас получилось, и после этого – да. У нас пока иссякли вопросы, и, вероятно, скоро закончится эфир. Но это не значит, что у вас кончилась возможность эти вопросы задать. То есть, во-первых, как уже говорила Татьяна Борисовна, у нас есть система «Живо сайт» на наших страницах, и там отвечают на вопросы. А во-вторых, этот день открытых дверей не последний. Да, спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы ответили на большую часть вопросов, но продолжайте их задавать. И я думаю, что мы встретимся с вами где-нибудь через месяц. Всего доброго, спасибо. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok